Продолжение следует... Роскошные, потрясающие, невероятно успешные российские блогеры, которых называют миллионниками. То есть у них миллион подписчиков. Я подумала, собственно, мы живем в 21 веке. Почему нужно постоянно обсирать блогеров? Я не понимаю. Это новый вид заработка в интернете, по сути. Эти ребята поняли, что они не годятся для нормальной работы, как и я, собственно. Поэтому я хотела бы у них спросить совета, собственно, как уже пойти зарабатывать деньги и ничего не делать, потому что уже невозможно просто. Ну, конечно, надо сказать, что нас обманули, потому что вечеринка явно не лухари. И даже не веселые. И мы даже уже сюда заходили, а они такие сидят все. Я даже не знаю, кто на них подписывается. Это не те блогеры, которые приезжают за хайпом и за цифрами. Это именно эксперты в своей отрасли, которые либо сами этого достигли, миллион подписчиков, либо это продюсеры этих блогеров, потому что у блогеров с миллионом подписчиков у них обычно работают минимум 3-4 человека команды. Самый минимум. Кристина, у нас проблема. Здесь продюсеры какого-то трансформатора. Я его не знаю вообще. Я ношу только вот это. Кто такой трансформатор, Кристина? Мы пригласили тех блогеров, которые ценят прежде всего ценности, то есть которые мотивируют людей, которые делятся своей экспертностью в каких-то отраслях, либо которые знакомят их со своими контактами, делятся полезными информацией, то есть не важно по каким нишам, по таким сферам, по бизнесу, по здоровью, по мотивации, по чему угодно. Как взять интервью, если ты никого не знаешь из блогеров? Как взять интервью у блогеров? Скажите, пожалуйста, вот что нужно сделать, чтобы хотя бы, даже не хотя бы, для меня 60 тысяч – это огромная цифра. Я не представляю, как можно привлечь людей. Я даже не понимаю, как несколько тысяч привлечь. Как можно это сделать? Просто что срабатывает в воде? Вы просыпаетесь в один день, и так не бывает. Так не бывает, ребят. Нужно просто быть собой, я так думаю, делать свое дело. А с остальным уже придет. Я никогда не стремилась. Не стремилась. Нет, не тело, тело здесь вообще ни в чем. Я никогда не стремилась к тому, чтобы у меня было 60 тысяч подписчиков, вообще к тому, чтобы развивать свой инстаграм. Я просто занималась моделингом, выкладывала фотографии. Можешь ли ты на этой конференции дать такую информацию, которая поможет людям стать… Сколько у тебя подписчиков? 37,2. Вот хотя бы, я не знаю, 5 тысяч набрать. Безусловно, да. Это на самом деле не очень сложно. То есть ты какие-то скиллы им дашь? Конечно, да. Мне кажется, что каждый блогер обладает определенной базой знаний, которая помогает ему развиваться. Им, но другим людям. Вообще всем. Это не разделяет их на категории. То есть ты думаешь, что каждый человек может стать художником, врачом и блогером? Я считаю, что очень важно найти себя. А найдя себя, ты можешь быть тем, кем ты хочешь. Ребят, ну… Я профессионал, но я могу же чего-то не знать. Вот Бородинская битва… Битва. Битва была в 1812 году. Я… Кристина, ну куда? Я не знаю, кто это такие. И почему я должна пойти и отдать деньги на эту конференцию? Потому что если вам вообще, в принципе, интересна социальная жизнь, вам интересны новые знакомства, какая-то движуха, вы хотите образовываться, вы не хотите просто просидеть субботу и воскресенье дома, тогда вы должны просто сделать шаг, чтобы туда прийти. Это мало мотивирует, потому что я могу, например, почитать книгу в парке. Это уже будет не сидеть дома. Хорошо, но тем не менее, на Инстаграм-конференции вы можете познакомиться с новыми людьми, получить какой-то опыт, получить знания об Инстаграме, и не только по маркетингу, и просто находиться в замечательном месте, в отличной атмосфере с классными людьми. Вас сюда пригласили, вы, конечно, не можете сказать правду, нравится вам или нет, все, и конференция будет только завтра, да, для вас сегодня. Скажите, что вы на ней скажете такого, за что бы я отдала 99 евро? Ну, я не спикер. Вот опять я провалилась как журналистка. Чего вы боитесь? Знаете, я боюсь следующего, что журналист, который... Ну, я много давал интервью в своей жизни, много относительно, да, за последнее время, и все журналисты были подготовлены. То есть я сейчас провел беседу с абсолютно неподготовленным журналистом, который не смотрел про меня, не смотрел про конференцию. И я переживаю, что информация, которую вы сможете подать СМИ от моего лица, будет в степени вашей некомпетентности как журналиста неверна. Прям непрофессиональная журналистка. А я такая раз в слезы, в слезы, в слезы. Если я произвожу кроссовочки или леденцы, но не знаю, как их продать, я должна завтра прийти туда. Обязательно. Вот для этого, да. Проблема в том, что я не произвожу ни кроссовочки, ни леденцы, и уже мы не успеем это сделать. Но все, теперь все понятно. Значит, нужно узнать, как развить себя как бренд. Я пока развиваю себя как личность. А скажите, сколько у вас подписчиков? У меня 79 тысяч. Мне 450. За что вы делаете, мне так больно? Честно, вы уже достали не подписываться. Сколько можно? Итак, подписываемся вот здесь. Увы, ее там не будет, но не суть. Что вы думаете по поводу блогинга? В Эстонии или в России? Можно и в Эстонии. В Эстонии его нет как такового. Ну, там же сидят эстонские блогеры. Эстонские блогеры. Люди, которые набрали 3000 подписчиков и гордятся их. У нас есть, которые по 30 тысяч, кстати, по-моему, набирают. Да? Я не профессиональный журналист и я не знаю, кто там сидит. Может быть, они вообще не блогеры. Кто его знает? Завершаем наш обзор непрофессиональный. Что поделать? Прям настроение очень грустное, потому что нам никто не доверяет. С таким микрофоном. А если бы у нас был бы красивый микрофон, настоящий, то нас бы воспринимали настоящими журналистами, никто бы ничего мне не говорил. Так что я вообще не виновата. Что это такое? Я не понимаю. Я все делаю правильно. У меня 400 подписчиков. Я вообще не инстаграм. У меня 450. Я не верю. Я круче тебя. У меня 450 подписчиков на фейсбуке. Ладно. И то половина из них, наверное, фейки. И да, там, приходите на инстаграм конференцию.